Казахстан все больше зависит от импорта. По большинству категории овощной продукции ввоз в нашу страну в десятки раз превосходит экспорт. Все это не лучшим образом сказывается на конечной цене овощей. В среднем они подорожали за год на 20%. По словам специалистов, Казахстану нужно больше овощехранилищ. Кроме того, отрасль необходимо субсидировать и требовать качественной продукции. Анастасия Новикова расскажет подробнее. Казахстан зависит от импортных овощей. За год овощная продукция подорожала в среднем почти на 20%. Несмотря на то, что наша страна считается аграрной, на самообеспечение мы так и не перешли. Аналитики отмечают, по основным видам овощей импорт в Казахстан в несколько раз превосходит экспорт из республики. Так, с начала прошлого года импорт баклажанов превышал экспорт почти в 40 раз, перцев в 20, капусты и моркови в 12 раз. Больше почти в 9 раз в Казахстан завезли свеклу и чеснок. В 3,5 раза больше закупили помидоров. В страну доставили огурцов, репчатого лука и бахчевых почти в 2 раза больше, чем продали за рубеж. По словам экономистов, казахстанские овощи на рынке неконкурентоспособные. Стоят они дорого. А вот импортные на порядок дешевле. Все потому, что в соседнем Узбекистане, например, фермеров обеспечивают дешевыми энергоносителями, в том числе газом. Есть собственное производство пленки, которую используют при строительстве теплиц и многое другое. Оттого и цена на продукцию ниже. На стоимость наших овощей накладывается и дорогая логистика. Вся цепочка транспортировки от поля для прилавки. В нескольких этапах пройдет различный поставщик. И цена удваивается. Если на севере будем развивать теплицы промышленного масштаба, соответственно, свежая продукция будет поставляться в точке продажи. Необходимо, говорят специалисты, субсидировать сельскохозяйственную отрасль и применять новые технологии, которые позволят снизить энергозатраты. Строить траншейные теплоподземные теплицы, которые выдерживают даже самые сильные холода. Кроме того, нужны и овощехранилища. В 2023 году планируется открыть 26 овощехранилищ на 104,5 тысячи тонн. Все для того, чтобы фермеры могли хранить свой урожай и продавать его не сразу после уборки трейдерам за бесценок, а в межсезонье и обеспечивать продовольственную безопасность. В рамках реформы субсидирования АПК было предложение по увеличению данного норматива до 50%. В целом правительством эта идея была поддержана, но только 50% возмещения субсидирования для емкости хранения с морозильным оборудованием. Для строительства овощехранилищ с вентиляционным оборудованием размер субсидий будет составлять 40%. Это, по словам специалистов, даст фермерам дополнительный стимул для строительства емкостей хранения. Продолжение следует... Продолжение следует...